здравствуйте уважаемые шестиклассники мы продолжаем изучать историю руси история россии в шестом классе сегодня у нас видео занятия 33 тема голецко-волынское княжество начнем с его возникновения этого княжества очень теплый к ним климат а также плодородные почвы юго-западных земель и руси способствовали успеху развития земледелия ну и попутных промышленных отраслей промыслов и ремесла в одиннадцатом двенадцатом веках центром галецко-волынского княжества стал город владимир основанный еще в десятом веке князем владимиром святославовичем к югу от волыни в пограничье руси а также польши и венгрии правнуки ярослава мудрого рюрик володарь и василько ростиславичи возвели в конце одиннадцатого века городки перемышль звенигород и теребовль ростиславичи заселяли свои земли пленниками захватенными в конфликтах с соседями принимали также выходцы из южной руси бежавших от соседних степняков то есть которые захватывались в конфликтах с соседями натиск степняков был так силен что выходцы из южной руси бежали на север и на север и на запад дети ростиславичей затеяли борьбу друг с другом в итоге в 1144 году властителем всех земель стал владимир к володаревич его столицей стал город галич по которому княжество назвали галицией однако расцвет галиции произошел несколько позднее он пришелся на княжение сына владимира ярослава осмомысла он княжил более 20 лет с 1153 по 1187 даже более 30 лет 34 года почти это был талантливый воитель воевода и дипломат а также он строил города и развивал торговлю галицию уважали не только на руси они и знали и уважали в византии а также в польше и венгрии которые были соседями княжества ярослава осмомысла в дела последних польши и венгрии часто вмешивался в осмомысл подобно своему предку князю святославу он занял устье дуная а потому контролировал низовья днестра и южного бога своей внутренней политики галицкий князь опирался на ближнюю дружину и на поддержку горожан в княжеские личные владения входило до половины сельских земель галиции однако другой половиной владели галицкие бояре доходы сводчин позволяли им держать собственные дружины возводить замки подобные замком западных феодалов галицкий князь вынужден был считаться с боярства так как значительную часть военные силы галиции составляли дружины бояр в случае несогласия с действиями ярослава осмомысла бояре легко могли выступить его противниками прозвище ярослава осмомысл означало восьмимудрый осмомысл это восьмимудрый или знающий восемь языков потому что в древности мудрость означало знание языков иностранных если говорить по-современному князь заботился о процветании своей земли хорошо укрепленный галич он украшал храмами благодаря торговле с европейскими странами города галицкого княжества очень быстро богатели и перед дворе осмомысла могли уживаться и монахи-книжники и ученые и ремесленники галич ввел собственную летопись о величии ярослава сообщает автор древнерусской поэмы слово о полку игореве там так сказал сказано галицкий осмомысла ярослав высоко сидишь ты на своем златокованном престоле подпер горы венгерские своими железными полками заступил королю путь затворил дуна и ворота меча бремена через облака суды ряда до дуная грозы твои по землям текут отворяешь ты киеву ворота стреляешь отчего золотого престола престола салтаном за землями из уважения к ярославу его дочь ефросинью называли не по мужу игоревой княгиней как было принято на руси а по отцу ярославной однажды бояре в своих интересах вступились то есть защитили жену князя ольгу кстати сказать до дочь юрия долгорукого и за ее сына владимира изгнанных ярославом из своего княжества ну и из галича ярослав взяли под стражу его любимую женщину настасью сожгли на костре а их общего сына олега которого князь хотел видеть наследником бросили в темницу ярослава обещал уважать права жены и сына но выйдя из-под стражи приказал перебить обидчиков князича владимира примирилась отцом сестра ярославна бояре притихли клялись ярославу что признают олега преемником но слова но слова своего не сдержали после смерти ярослава осмомысла галецкая знать возвела на престол его сына владимира владимира ярославича под его правление 1187 1199 12 лет правил с выбором наследника бояре промахнулись трудно было найти князя более неуемного в кутежах и совершенно непригодного к государству где вам государства владимир врывался в дома бояр дома духовенства безобразничал пировал похищал жен и девиц он заслужил такую ненависть галичан что со временем ему пришлось бежать в венгрию но венгерский король недолго терпел он заточил владимира в шатре стоявшим на башне выход из башни он замуровал еду узник получал корзине которую поднимали на веревке венгры захватили галич и возвели на галецкий трон своего ставленника грозовую ночь князь владимир разрезал шатер на полосы спустился по ним и бежал германскому императору фридриху барбаросе он просил фридриха вернуть ему родовой галич за что пообещал фридриху дань ежегодную в 2000 гривен 1189 году галецкие бояре приняли владимира а венгерского королевича изгнали вскоре владимир уже писал великому владимира суздальскому князю всеволоду господине удержи подо мной галич княжев владимир до своей кончины в 1199 году но при нем померкло былое могущество галецкой земли все потому что конечно владимир ярославич был не любил в кутежи любил безобразничать и был не любим галичанами 1199 году занял галитский престол князь роман мстиславич из рода мономаховичей так историк татищев писал о романе всю жизнь свою войнах припровождал многие победы получил а побежден был лишь однажды каким же он был князь роман мстиславич он был смел и решительный решительным он был хорошим организатором сумел объединить галецкой и волынские земли при том сразу же в первый год своего правления в 1199 году при нем галецко-волынское княжество стало одним из сильнейших на руси роман влиял на судьбу даже киевского престола водил полки наполовцев поддерживал польского короля рыбаков великий историй историк еще советский такого мнения придерживался что роман желал чтобы по примеру священной римской империи главу руси выбирали на съезде старших князей но эти планы не суждено было осуществить 1205 году роман был убит в польше малолетние дети романа вместе со своей матерью вынуждены были бежать на волын галецкий престол занимал венгерский принц провозглашенный папой римским галецким королем но его галечане изгнали 1219 году и пригласили на княжение мстислава у датного то есть удачливого иногда его называют мстиславом удалым из смоленских он был мономаховичей бояре заставили мстислава у датного завещать галич венгерскому королевичу но часть галичан выступила за сирсы на романа всеславича даниила даниил отнял галичу венгров и снова объединил галецко-волынское княжество влиятельный и могущественный князь даниил галецкий возводил города укреплял крепостные стены поощрял каменное строительство и ремесло успешно торговал с европейскими странами и в 1240 году ему даже покорился богатый киев задание надо ответить на следующие вопросы 1 вопрос каких успехов удалось добиться ярославу осмомыслу во внешней политике 2 вопрос как складывались отношения ярослава осмомысла с боярами 3 вопрос почему галецко-волынским князьям приходилось делиться властью с боярами 3 вопрос каких успехов добился вернее роман всеславович и последний вопрос какую политику проводил даниил галецкий спасибо за внимание на следующем занятии видео занятие 34 мы с вами изучим тему владимиро суздальское княжество до свидания